Доброе утро! Сегодня среда, 11 мая. Служба информации канала УТС начинает свою работу в студии Ксении Обороткина. Сегодня в выпуске расскажем о поддержке сельхозпредприятий, продуктовом спросе и фестивале автозвука. Больше тысячи сельхозпредприятий Новосибирской области получили господдержку. Из федерального и областного бюджетов перечислили почти 2 миллиарда рублей с начала текущего года. Часть средств господдержки направлена на возмещение затрат на 1 килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока, компенсацию части затрат на приобретение техники и оборудования, несвязанную поддержку в области растениеводства. Кроме этого, представили субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам. 21 предприятие из 12 регионов области не получили господдержку из областного бюджета, поскольку предоставили неполный пакет документов. Больше овощей, меньше алкоголя новосибирцы изменили свои предпочтения в продуктовом наборе. По данным Новосибирскстата, в городе снижается потребление растительного масла почти на 26%. Также меньше стали покупать рыбу на 16% и водки на 6%. Зато горожане значительно увеличили долю овощей, прежде всего картофеля, в своем продуктовом наборе. Резко выросло и потребление курицы по сравнению с прошлым годом. Мясо птицы в рационе новосибирцев увеличилось на 40%. Вместе с этим снизилось потребление говядины на 2% и свинины на 14%. Такие изменения связывают с ростом цены на эти продукты. Кто громче, тот и победил. В Новосибирске прошел отборочный этап участников на чемпионат мира по автозвуку. О том, реально ли выдержать звуковое давление в 160 дБ и остаться при этом здоровым, расскажет Анастасия Бойко. Для победы не участие, а мощные усилители. Все, что нужно на этом чемпионате – звук. Автомобильный батл собрал в Новосибирске самых отважных экстремалов, которые за кубок готовы пожертвовать многим. К примеру, уровень звуков в этом автомобиле можно сравнить с ударной волной от сверхскоростного самолета или взрыва гранаты. Такие показатели нередко приводят к печальным последствиям – шоку, контузиям, даже разрыву барабанных перепонок. Вся Сибирь, наверное, здесь собралась. Томск, Комск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Новокузнецк, Берск, Бийск. Очень много машин, участников. А вот эти цифры есть? Сколько человек вообще приехали? Сегодня зарегистрировано порядка 70 машин приехало. Первый этап – битва на вылет. Парное состязание. Специальные магнитные клещи закрепляют в салоне автомобиля, при этом все окна и двери остаются закрытыми. Водитель в самом эпицентре звуковой волны. Результаты прозрачные, выводятся на монитор. Одной колонки для максимальных показателей тут точно не хватит. Там 16, 12 дюймовых сабов, 36 динамиков, около 30 кВт звука, больше 30 кВт. Участников много, но лидеров видно сразу. Этот мужчина привез на чемпионат сразу две машины. На одной выиграл прошлогодние соревнования, другую представляет впервые. К подготовке УАЗика подошел оригинально. Сварен жесткий корпус, можно сказать капсула. Бронированные стекла 10 сантиметров толщиной. Немного ума. Правильное расположение сабвуферов в машине тоже немаловажно. Даже новички стараются так переделать салон, чтобы звук был максимально громким. Что самое сложное было? Выпилить короб, чтобы достижения результата были более высокие. Допустим, по те же самые 140 с чем-то децибел, но по итогу вышло 149 децибел. Даже до 150 доходило. Сергей Тульнов приехал из Кемеровской области. В его иномарке 22 динамика. В прошлом году результаты были внушительными. Нет, квалификаций пока не было. Не езжали. А вот в прошлом году? В прошлом году стали чемпионами Сибири и чемпионами России. Ездили в Ростов и там заняли на Эмме чемпионы России стали получать. Как сегодня свои шансы оцениваете? Топ-3. Как в воду глядел. Точнее, в волну. Звуковую. Кубок чемпионов в этой категории машин отправился в Киселевск. В скором времени и этот автомобиль, и зеленые машины многократного рекордсмена Ремезова пройдут новые испытания. На чемпионате России в Ростове. Анастасия Бойко, Алексей Погодин. Новости ОТС. Миски, корм, поводки и лекарства. В Новосибирске стартовала благотворительная акция «Отзовись». До 5 июня все желающие смогут принести инвентарь и медикаменты, необходимые бездомным животным. Принести все самое необходимое можно в молодежный центр «Кристальный» по адресу улицы Дусиковальчук, 2. Животным, подопечным, оставшимся без крова, нужны влажный и сухой корм. Противопаразитные ошейники для кошек, котят и собак. Витамины для животных, впитывающие пеленки, медицинские клеенки, перчатки, вакцины для животных и прочий инвентарь. Миски, лотки, домики, а также хозяйственные и чистящие средства. Все, что получится собрать, будет передано в общественную организацию защиты животных. Приют расположен в Дзержинском районе. В нем сейчас содержится больше 100 бездомных животных, которые ждут помощи. Мини-футбольный сибиряк стартовал в плей-офф с двух гостевых побед. Уже сегодня дома подопечные Евгения Куксевича могут оформить выход в полуфиланд чемпионата России. Судьба обоих матчей 1-4 финала Суперлиги решалась в подмосковном Климовске. И обе встречи с КПРФ завершились в овертайме. Сначала сибиряк выиграл 3-2, а на следующий день в более результативном поединке вновь оказался сильнее. Теперь уже со счетом 7-6. Победные голы в обоих матчах на счету у капитана сибиряка Сергея Иванова. Теперь серия до трех побед переезжает в Новосибирск. Уже сегодня на паркете Нгасу пройдет третий матч, который в случае победы хозяев решит исход серии. Этот поединок будет транслировать в прямом эфире наш телеканал «Начало» в 19.00. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Желаю хорошего рабочего дня. Доброе утро. Служба информации канала УТС продолжает свою работу в студии Ксения Обороткина. Сегодня расскажем о популярности сайта Госуслуги, цирковом представлении и новосибирских наградах в Греплинге. Госуслуги для населения. Чтобы выяснить, насколько важен для жителей информационный портал Госуслуги, сотрудники центра опросили по телефону мужчин и женщин раннего и предпенсионного возраста. Опрос показал, что только 3% граждан совсем не пользуются госуслугами, в том числе и в электронном виде. И 97% регулярно используют электронную помощь. При этом большинство находят ее весьма полезной. Напомню, сегодня новосибирцы, не выходя из дома, могут получить информацию о пенсионных правах, выбрать способ ее доставки, подать заявление на материнский капитал, записаться на прием в удобное для себя время. Регистрацию можно пройти на портале Госуслуги. Полную процедуру можно пройти и через МФЦ. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Девятый день после Пасхи особенный православный называет его Радоница. Принято упоминать усопших. Родные посещают могилы, а священнослужители проводят панихиды. О том, как в Болотнинском районе провели этот день, расскажет Ольга Куликова. Ольга Мельникова в Болотное приехала из Кемеровской области. Пришла на кладбище, чтобы отдать дань памяти своим родным. Сегодня родительский день. У нас здесь похоронен мужевый папа Мельников Михаил Гордеевич, который войну всю прошел. Вот мы пришли его тоже помянуть. Все такие праздники троятся обязательно, родительские обязательно. День поминовения – это Пасха усопших. Готовятся христиане к этому празднику заблаговременно. Приводят в порядок могилы, чистят территории кладбища, садят цветы, обновляют памятники. Не возбраняется этого делать и сегодня. Этот раз осенью не получилось, поэтому и травы побольше. У меня здесь похоронен отец и инвалид войны. Сегодня в честь праздника руководство автохозяйства организовало дополнительные автобусные рельсы до самого кладбища с небольшим интервалом времени. А в церкви, в Радунице, священники проводят панихиды и богослужения. В этот день мы делимся пасхальной радостью с нашими усопшими, потому что у Бога все живы, у него нет умерших. Следующий праздник верующих – это Святая Троица. В этот день также люди приходят на кладбище и поминают усопших. Ольга Куликова, Михаил Кауров, Новости ОТС. Уникальное Денидов шоу «Новосибирский» под уютным куполом цирка «Шипито» дети и взрослые могут посмотреть экстремальное представление. Все подробности далее в сюжете. Современное цирковое представление с уникальными номерами. Артисты экспериментируют и постоянно совершенствуют программу. Один из сложнейших номеров – с дрессированными тиграми и львами. Под руководством опытного укоротителя 8 хищников становятся ручными. У нас построена дрессура на более близком контакте, скажем так, любовь и взаимодействие с животным. Ну, сами увидите, придете, посмотрите. Акробаты из Латинской Америки, метание ножей, опасные трюки канатоходцев, четыре мотоцикла в клетке и много других номеров, в которых адреналин зашкаливает. В перерывах между номерами – интерактив с веселым клоуном. Мы второй раз посещаем ваш город, МСК. Чудесный город, достойный, замечательная публика. Зрители от увиденного в восторге. Мои глаза много чего увидели. Вообще бомба. Отличные самые. Билеты можно приобрести в кассе с 10 до 20 часов ежедневно. В будние дни – начало в 18 часов. В праздничные и выходные – два шоу. В час дня и в 7 вечера. Адрес улица Шевченко – 28-1. Цирк Шапито-Демидовых ждет своих гостей. Алексей Кузьмин, Алексей Погодин. Новости ОТС. Первенство России по грэплингу подарил спортсменам из Новосибирской области семь медалей различного достоинства. Главной добытчицей наград для нашего региона стала Арина Ширяева. На ее счету золото и серебро. Помимо наград Арины, новосибирцам также удалось завоевать еще одно серебро и четыре бронзовых награды. Этот успех позволил Арине Ширяеву и Антону Кушнареву завоевать путевку на первенство мира. Оно пройдет в столице Белоруссии, Минске, с 28 сентября по 1 октября. В это же время там же, в Минске, пройдет и взрослый чемпионат планеты. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Желаю удачного рабочего дня. Доброе утро. Водослужба информации и канал ОТС продолжает свою работу в студии Ксения Бородкина. Прямо сейчас расскажем, где в Новосибирске организуют тестирование на ВИЧ, что ждет инноваторов на конкурсе «Инитиум» и когда стартует дегустация на социальной продовольственной ярмарке. Проверка на ВИЧ в Новосибирске стартовала декада тестирования населения на вирус иммунодефицита человека. На нескольких городских площадках будет работать мобильный пункт медицинской профилактики. Ежегодно в 3-е воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Тестирование направлено на то, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, помочь людям узнать свой ВИЧ-статус, сократить случаи позднего выявления заболевания. Помимо самого обследования, каждый желающий сможет получить консультации специалистов. Список площадок, на которых будет работать мобильный пункт, можно уточнить в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Акция продлится до 20 мая. У каждого сотого малыша в мире врожденная аномалия развития. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Как с этими пороками справляются новосибирские хирурги, знает моя коллега Наталья Цопина. Валерии полтора года. С самого рождения она находится под наблюдением врачей. Из Крештовского роддома санавиация доставила ее в Новосибирскую областную больницу. Отрези прямой кишки с рактовестибулярным священ. Родились такие, попали сюда. Нам сделали операцию. В месяц первая операция, в 10 месяцев вторая. Скоро будет заключительная. И начнется самое важное – реабилитация. Именно от нее зависит, какой будет социальная адаптация. Сможет ли ребенок посещать детский сад и школу. Как правило, у этих детей реабилитационный период длится очень долго. Реабилитация сама занимает такое продолжительное время. Требуется уход. Поэтому здесь очень важно, конечно, самопонимание мамы. Проблемы этой, да, и активное участие в этом всем деле. Детские хирурги говорят, нет таких пороков, которые бы мы не оперировали. Недавно на базе отделения появился урологический центр. В лечении некоторых заболеваний здесь обладают наибольшим опытом в Сибири. Врачи отмечают, все чаще встречаются аномалии, которые раньше считались редкими. И вообще заболеваний становится больше. Опытом в лечении пороков развития хирурги делятся с будущими коллегами. В этом грыжевом мешке здесь есть частичное расщепление грудины, вероятнее всего и сердце. Здесь мы видим порок, если не видно, можете ближе подойти, когда сердце расположено снаружи. Ну, шансов выздороветь, конечно, у такого ребенка практически нет. О высоких технологиях, которые помогают спасти новорожденных, и о накопленном опыте новосибирских хирургов, смотрите в программе «Про здоровье» 15 мая в 13.10. Наталья Цупина, Артем Валевич, Новости ОТС. Сегодня в Новосибирске стартует конкурс для молодых инноваторов «Инитиум». В течение недели на территории Государственной академии народного хозяйства и Новосибирского медуниверситета будет проходить второй конкурс инновационных идей и проектов начальной стадии развития. В этом году на конкурс поступило 180 заявок на участие от молодых разработчиков в возрасте от 14 до 35 лет. Из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской области, Астрахани, Москвы, Иркутска, Алтайского и Красноярского края, также Республики Хакасия. Отбор прошли только 60 лучших проектов, по 20 в каждой номинации. Все участники при содействии экспертов смогут упаковать свою идею в проект, получить навыки в исследовании рынка, составить бизнес-план, познакомиться с методами привлечения денежных средств. Победители номинации ждут ценные призы и подарки, а самые перспективные проекты получат приглашение в бизнес-инкубатор «Инитиум». Попробовать, прежде чем купить. На второй социально-продовольственной ярмарке стартует серия дегустаций. Сегодня посетителям представят хлебобулочные изделия. Хлеб с клюквой, ржаной чудо, печенье с черемухой и маком, пирожки с вишней и шанги сметанные. А завтра можно будет попробовать молочную продукцию. Кефир, сметану, варенец, йогурт, сыр адгейский. Время дегустации с 11 до 14.00 посетители ждут по адресу Петухова, 69. Сегодня футболисты Сибиряка проведут третий матч серии плей-офф против клуба КПРФ. Напомню, что счет в серии 2-0 в пользу новосибирской команды. И уже сегодня вечером есть шансы обеспечить себе борьбу за медали турнира. Правда, чтобы пройти команду из подмосковного Климовска, Сибиряку придется непросто. В первых двух играх новосибирцы побеждали с перевесом в один мяч. И оба раза в дополнительное время. Главным героем трех встреч стал Сергей Иванов. Два его мяча приносили победу подопечным Евгению Куксеевичу. Сегодня новосибирцы продолжат серию. Наш телеканал покажет трансляцию этого матча. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Желаю удачного рабочего дня. Доброе утро. Служба информации канала УТС продолжает свою работу в студии Ксении Бородкина. О лесных пожарах, итогах Дня здоровья и цирковом представлении расскажем прямо сейчас. Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за майские праздники в шесть с лишним раз. Сейчас территория возгорания оценивается специалистами в 16 тысяч гектаров, сообщают в Департаменте лесного хозяйства по округу. Пожары действуют в Республике Бурятия, Туве, Забайкальском и Красноярском крае. В Новосибирской области ситуация стабильная. Как раз сегодня на встрече с журналистами руководитель Департамента лесного хозяйства региона Сергей Швец расскажет о предпринятых противопожарных мероприятиях в области, а также о текущей лесопожарной обстановке и ходе работ по восстановлению сгоревшего леса. 27 тысяч новосибирцев хотят быть здоровыми. Именно столько человек приняли участие во Всемирном дне здоровья. Мероприятие проходило в регионе с 8 по 15 апреля. В этом году Всемирный день здоровья был направлен на профилактику сахарного диабета. Специалистами медицинских организаций Новосибирской области были организованы 22 дня открытых дверей, 4 массовых акции, уроки здоровья, лекции. Так, всем желающим измерили основные жизненные показатели. Артериальное давление рассчитали индекс массы тела, определили уровень гликозы и холестерина крови. Измерили внутриглазное давление. По результатам обследования даны индивидуальные рекомендации. Специалисты также продемонстрировали воздействие табачного дыма и алкоголя на организм человека и провели лекции на тему вредных привычек, здорового питания и физических нагрузок. Выездные акции, направленные на профилактику сахарного диабета, проходили в сельских поселениях, промышленных предприятиях, образовательных учреждениях. Уникальное демидов-шоу в Новосибирске под уютным куполом цирка. Шепито дети и взрослые могут посмотреть экстремальное представление. Все подробности далее в сюжете. Современное цирковое представление с уникальными номерами. Артисты экспериментируют и постоянно совершенствуют программу. Один из сложнейших номеров с дрессированными тиграми и львами. Под руководством опытного укротителя 8 хищников становятся ручными. У нас построена дрессура на более близком контакте. Скажем так, любовь и взаимодействие с животным. Ну, сами увидите, придете, посмотрите. Акробаты из Латинской Америки, метание ножей, опасные трюки канатоходцев, четыре мотоцикла в клетке и много других номеров, в которых адреналин зашкаливает. В перерывах между номерами интерактив с веселым клоуном. Мы второй раз посещаем ваш город. У нас как чудесный город, достойный, замечательная публика. Зрители от увиденного в восторге. Мои глаза много чего увидели. Вообще бомба. Отличные самые. Билеты можно приобрести в кассе с 10 до 20 часов ежедневно. В будние дни начало в 18 часов. В праздничные и выходные два шоу. В час дня и в 7 вечера. Адрес улица Шевченко, 28, дробь 1. Цирк Шапито Демидовых ждет своих гостей. Алексей Кузьмин, Алексей Погодин. Новости ОТС. Владимир Тарасенко заработал 12 очков в текущей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Но его результативная передача не спасла Сент-Луис от поражения. Даллас сравнял счет в серии. Теперь финалист западной конференции будет определяться в седьмом матче. Ключевым в игре стал первый период. Блюз пропустил три шайбы. Смена вратаря помогла. И уже во втором периоде Сент-Луис начал отыгрываться. Начало заброшенным шайбам положил Тарасенко. Именно после его передачи шайба впервые в матче оказалась в воротах Старс. Под занавес встречи подопечные Кен Фичкока забили и второй гол. Но спасти игру им все же не удалось. Владимир Тарасенко впервые в своей карьере вышел во второй раунд плей-офф НХЛ. И сейчас находится в шаге от финала западной конференции. И это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего рабочего дня.